Так получилось, что я выбрала этот бизнес, этот бизнес выбрал меня. Мы познакомились с руководителем американского ювелирного предприятия. Она представляла свое предприятие на выставке в Париже. Через какое-то время она мне предложила стать представителем ее компании в Западной Сибири. Я к этому не имела никогда никакого отношения, у меня не было никакого опыта. У меня самой к тому времени было только обручальное кольцо и серебряные сережки. Начиналось все, знаете, с коммерческого киоска. Сейчас, конечно, смешно все это вспоминать, но, тем не менее, это все было. Ювелирный мой бизнес, он очень сильно трансформировался. И в зависимости от того, какое было время, он менялся. У меня появился проект «Частная коллекция». Он совершенно отличается от того проекта, с которым я стартовала. Здесь представлены в основном произведения искусства. Мы вышли за пределы Барнаула. Мы стали работать в Петербурге. Другой бизнес, которым я очень сильно увлечена, это бизнес, связанный с индустрией моды. Редкая женщина не увлекается модой. Отбираешь коллекции, ездишь на модные показы. Это просто удовольствие для женщины. Я использовала это удовольствие еще и для того, чтобы зарабатывать деньги. Наша одежда – это все равно наше лицо. Если ты владеешь языком моды, ты вообще владеешь миром, ты можешь прийти хоть куда. К моменту вот всей этой всеобщей остановки я уже очень многие магазины свои закрыла, к счастью. Все остановилось, а расходы все сохранились. Что такое аренда, что такое? Я не могла ни одного своего сотрудника уволить. Я всем должна была платить зарплаты. И если бы я сохранила к тому моменту вот эту, вот всю свою эту махину, которая у меня в разных городах была, то я бы просто разорилась. Я сохранила весь коллектив, который на момент коронавируса у меня был. За это очень короткое время мы поняли, что мы должны открыть точно такие же салоны, мы должны открыть точно такие же магазины, но это уже будет интернет-торговля. Для меня предпринимательство – это неограниченные возможности. Если ты хочешь занять, опять же, лидирующие позиции, ты должен предлагать что-то особенное. Я очень люблю комфортную жизнь, очень забочусь о своем будущем. Для того, чтобы быть успешным в любом направлении бизнеса, надо влюбиться в это направление. Влюбиться вот просто по уши. Влюбиться, и должно появиться жгучее желание работать и вот получать результат. Когда вот это вот все происходит, результат обязательно приходит. Мы работаем не за деньги, мы работаем за удовольствие, за счастье. Это и вообще не торговля, все, что связано с ювелирными украшениями. Люди покупают не изделия, они покупают эмоции. Все, чем я занимаюсь, я вообще искренне люблю. Ну, это праздник души.